Перекрёсток улиц Профсоюзов и Баграда теперь выглядит так. Непривычно, правда? Вместо проходной завода, мимо которой каждый красноярец проезжал сотни раз, теперь пустота. Если для рядовых горожан это просто необычно, то для людей, которые отдали заводу часть жизни, это больно. На той неделе иду, значит, мимо прохожу, смотрю, нет моей родной проходной. Вы представляете, на душе каково было тяжело, как тяжко. Ведь отдал этому заводу 40 лет. Каждый день без прогулов, без опозданий через проходную, а потом и в цеха проходил Юрий Иванашкин. Был бригадиром, и для него завод это даже не вся жизнь, это целая вселенная. Время было такое, мы бились за каждую молотилку. На работу мы шли с радостью. Люди с семьями работали на этом заводе, понимаете? Всего себе отдавали. Ведь 8 часов иногда подвесмены работали. Коллектив Красноярского комбайнового завода встал на предмайскую Стахановскую вахту. Это самое раннее видео комбайнового завода. 1949 год. 8 лет после начала работы. Сначала предприятие выпускало снаряды и боеприпасы, и только потом пошли комбайны. К серийному производству приступили в 1947-м. В 1950-м завод уже был гордостью Советского Союза. Его, как достопримечательность, показывали зарубежным гостям. Здесь побывал китайский лидер Мао Цзэдун. Об этом в визите до сих пор ходят легенды. Мао Цзэдун приехал сюда в Красноярске, там все представители стоят, а там на обкатке завели комбайн. И в комбайн, в молотилке кто-то из слесарей забыл ключ. И вот, когда завели комбайн, они стояли там около этого комбайна, из молотилки вылетел ключ. И там вот такой забавный случай был. Завод вообще часто использовали как политическую площадку. Вот 1972 год и Леонид Брежнев. Он лично общался с заводчанами. Улыбался. 99-й Виктор Черномырдин. И тоже встреча с рабочими. 94-й Борис Ельцин. Он тогда с легкой руки даже подарил комбайн нашему фермеру Пахабову. Ну давайте подарим вам комбайн. Комбайн цел до сих пор. Сохранилась даже табличка от президента. Заржавело только. В общем-то, как и сам комбайн. Те, кто понимает, не завидовал. Они, кто понимает. Ну да. Ну не подарил же он мне какой-нибудь там Лексус или еще что-нибудь. Да. Всем надо фермерам дать какую-то поддержку. В виде трактора, в виде и так далее. Средства производства надо насытить фермерам средствами производства. Только так. Комбайны не только дарили. Ими хвастали, выставляли на показ. Это сейчас в центре устраивают шоу с четырехметровыми медведями. А тогда на юбилей завода по городу ехали новенькие блестящие комбайны. Здесь опять же и Лебедь, и Хлопунин, и тогда губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский. А потом еще наши комбайны отправили в Орел своим ходом. Это была заявка на рекорд Гиннеса. Отдельная часть истории завода выборы. Смотрите сами. Кандидат в президенты Константин Титов здесь рассказывал о своей предвыборной программе. Александр Ус здесь проводил предвыборные встречи. Перед выборами сюда приезжал Александр Хлопонин. Петр Пимашков каждый раз здесь заявлял, что будет баллотироваться в мэры. Я сегодня делаю заявление, что я принимаю решение идти на выборы главы города Красноярска именно здесь. Мэр Петр Пимашков, пожалуй, чаще других политиков приезжал на завод. Здесь он начинал свою карьеру. И кто знает, как бы сложилась его жизнь, если бы не комбайновой. В 1966 году, давно это было, пришел я сюда следственным сборщиком. Цех наклонных камер. После первой ночной смены я думал, вообще больше никогда на завод не пойду. Я когда разговаривал с Петром Ивановичем, я говорю, Петр Иванович, ну как же так? Как же мы допустили до того? Тем более вы работали в этот момент мэром города, значит, допустили развалить наш завод. Мы посчитали, что машиностроение – это очень, можно сказать, убыточное производство, правильно? Очень тяжелое, и надо много заниматься. Кому это надо? Проблемы на заводе начались в конце 90-х, как и во всей стране. Зарплату стали задерживать, производство сокращать. Рабочие устраивали митинги, а власти обещали все спасти. В рамках нашего закона государственной поддержки предприятий и инвестиционной деятельности мы достаточно активно на сегодняшний момент работаем с Союзом машиностроителей, с Союзом промышленных предпринимателей для того, чтобы как раз очень точечно сконцентрировать наши усилия на поддержку именно системообразующих предприятий. Официально комбайновый завод перестал существовать в 2013 году. Обещания не помогли, а того же министра промышленности Дениса Пашкова потом осудили за мошенничество. Но связано дело было с Септишмашем, и это уже другая грустная история Красноярска. А на месте комбайнового завода появится теперь жилой район. Первые многоэтажки обещают построить уже до конца этого года. Екатерина Лукашенко, Наталья Кичина, Виталий Суботин, Николай Чистяков. Воскресные новости. ТВК. Субтитры создавал DimaTorzok